Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Том 4. Вопрос 1364. Тема «Разбор выступлений Амбросия Юрасова». Вопрос 214.215. В апостольских правилах сказано, что крещение совершается полным погружением. Мою дочь окропляли. Действительно ли это крещение? Отвечает архимандрит Амбросий Юрасов. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что крещение совершается погружением в воду по примеру Господа нашего Иисуса Христа. Погружаясь в воду как во гроб, мы со Христом умираем. И после троекратного погружения вместе со Христом воскресаем подобно тому, как Он воскрес в третий день. Христос вошел в воды Иордана и погрузился в них. Потому и мы погружаемся в воды купели спасения. Окропление – это католический униадский прием. В униадском храме бывает стоят сто человек, желающих креститься. Священник берет кисть и всех сразу кропит. На кого попадет вода, а на кого и нет. Может быть там женщина в парике стоит. Ей на парик несколько капель упьет. Но она-то остается некрещеной. Есть благословение Святейшего Патриарха Второго совершать крещение только погружением. Для этого в храмах надо построить баптистерий. Выбирается маленькая площадка. Вниз строятся три ступени. Наливается вода в бассейн. И человек может свободно погрузиться с головой. Обычно тех людей, которые были крещены окроплением, перекрещивают с формулировкой «аще не крещен». Святитель Иоанн Златоуст говорит, что крещение должен совершать епископ или священник. Крещение совершается только полным погружением, говорит святитель Игнатий Богоносец. Комментирует Игнатий Тихонович Олапкин. Когда кончился диктат коммунистов, которые свою мысль накладывали на все и были цензорами, то журналисты и газетчики по-прежнему продолжали писать статьи с оглядкой. И когда зарубежные их коллеги поинтересовались, почему они не писали так, как видели, и не делали своих выводов, вам что, цензор не позволяет? А эти постсоветские ответили, мы теперь свободны и можем писать все, мы тех цензоров даже не видим. Ага, значит те старые цензоры залезли внутрь вас, и теперь ваша мысль всю ответственность берет на себя, заранее просчитываете все ходы, знаете, что не понравится заказчикам, и отсекаете все, что, как вам кажется, не пройдет. У заключенных есть выражение «опущенный», то есть «изнасилованный мужчина и сгой пария через это действие, ставший недочеловеком». Унтерменшем. Русская нация 72 года насиловалась сатанистами-коммунистами. Перестройка. Благодарение Богу привела с собой гласность, а гласность и публикация архипелага ГУЛАГа Солженицына на Западе помогли размыть устои тоталитарного режима, и официально коммунисты сошли со сцены. КПСС была запрещена как преступная организация. Тотальная ложь в партии потеряла свою привлекательность, потому что угождающие коммунистам перестали получать льготы. Их цитадель очень сильно покачнулась, и некоторые коммунисты даже стали раскаиваться в своих злодеяниях. Единственным оплотом тоталитарной лжи на территории Союза ни в чем не извинившимся и ничему не научившимся осталась только Московская Патриархия. Они все еще боятся возврата коммунистов к власти и заигрывают с ними. Почему бы вам, маститый архимандрит, не довести свою речь перед прихожанами до конца? Нигде ни слова ни разу вы не вымолвили против алкогольной и табачной торговли в Патриархии. Или вы не знаете, что митрополита Кирилла кличут «метрополит Курилл»? Нефтяной бизнес, беспошленные окорочка и прочие эльдорадо внутри церкви почему не обличаете? Патриарх Никон говорил «Я окоростовал за мое небрежение, и вы окоростовали вместе со мной». Есть поговорка, сказавший «А», говори «Б». Лауреат Нобелевской премии Аурел фон Юхин говорил, что коммунисты при помощи справедливых, на первый взгляд, идей умеют ловко прикрывать свои сатанинские намерения. Жан-Поль Марат высказался еще прозрачнее. «Вы мастер обмеривать рот, задавая обещания народу, и после этого всовывать им в рот пустую соску». «Послушайте, Отец Амбросий, все, что выше сказано, очень касается и вас. Говоря о правильности крещения, вы обрушиваетесь на католиков, что их крапление не действительно. И это действительно так. Но вы прекрасно знаете, что в России из ста считающихся крещенными, едва ли один крещен полным погружением. А если говорить о полной катехизации, то едва ли один из тысячи. Почему же вы дальше не договариваете, что проведение мокрой ладошкой по волосам и, быть может, по парику шиньону ничем не отличается от крапления? Но дальше продолжить свою мысль вы не решаетесь, как воды в рот набрали. У вас во рту воды будет больше, чем вы тратите на крещаемого. Внутри вас этот мохнатый цензор, и он замазал ваши глаза страхом, и вы боитесь потерять свое грешное утробное местечко. Подражайте пророку Иеремии, Иоанну Златоусту, митрополиту Филиппу. Перестаньте делать все с десятикратной оглядкой. Перестаньте заискивающе заглядывать в глаза вышестоящим Амбросием, Алексием, Редигером, Дроздовым. У вас на все заготовлен ответ. Иди в церковь и кайся. И хотя бы человек выполнил все, как вы советуете, но результат будет не тот, какой вы обещали. Вы беспроигрышно прячете концы в воду и тут же отвечаете. Плохо каялся? Вы играете народом Божиим, манипулируете им и трясете какой-то благодатью Божией, которую никогда, быть может, не имели. А все делает за вас, связавший вас ангел. Узнайте, крещен ли патриарх троекратным погружением. Если этого не было, то вопрос только один. Успеют ли они сделать это до вечера, пока Господь их не убил? Ветхий Завет во всем был прообразом новозаветных действий, событий, таинств. У меня недостает времени, чтобы привести все места священного писания, которые обличают вас за обман и трусость вашу. Как говорил Краснов Левитин, церковный историк, отсидевший шесть сроков в советских лагерях, «Страна больна корыстью и трусостью, трусостью и корыстью, а родная мне православная церковь больна этой болезнью трижды». Перечитав ваши книги, под многими вашими ответами вижу слова Христа. Матфея 22.29 «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». Хотя бы триста раз прочитайте это место Писания и заметьте связь между силой Божией и Писания. Но вы ни разу даже не приводите это место из Библии. Стряхните с себя это наваждение и страх, и скажите прямо, что Русь некрещеная, попы заблудили народ и водят их вокруг в кавычках благодати, как еврейский народ, погибавший в пустыне. Если нет полного погружения, значит нет погребения, значит не умер ветхий человек, и в этом виноваты вы. Не вы ли рассказывали, как крестили своего племянника, разговаривая с ним, когда во рту у него была папироса? Узнав от вас, что для крещения требуется не менее 20 минут, он делает несколько глубоких затяжек, отстреливает в сторону окурок и махнув рукой, мужественно быстро проговаривает. Давай! У крещаемого между папиросами всегда было не более 15 минут, а тут 5 минут просрочка, а демон внутри его требует дыма. Где он теперь? И сколько таких людей вы перепортили, изнасиловали? Вы знаете, сколько рассказов и совсем. Вы знаете, столько рассказов, и совсем не знаете содержания Библии, а библейские образы – это основа основ. По милости Божией, составляя симфонию на жития святых, мне пришлось все 12 томов перечитать ровно на 10 раз. И составляя каталоги симфоний на творение Иоанна Златоуста на пленке трех размеров, все 12 томов от корки до корки мне пришлось пройти ровно 6 раз. Как вам кажется, не слишком ли это? Меня более всего удивляло то, почему ангелы, беседая с падшими духами, цитируют только Библию, как китайские хун-вейбины, цитатник Мао. Такими словами упрекают меня патриархийные пастыри за знание Библии. Почему Христос, беседуя с главой упадших духов, цитирует Библию? Почему в Новом Завете более 300 ссылок на Ветхий Завет? Прочтите не в ущерб себе Евангелие от Матфея, послание к римлянам и евреям, и вы убедитесь в этом. Почему вы не подражаете Духу Святому, написавшему эти книги? 2 Петра 1.21 Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Почему вы не приводите людей к этому источнику мудрости, к Библии? Новозаветное крещение было прообразовано обрезанием. 2 Колоссянам 2.11 В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Как делалось обрезание? Нож только прислонялся или что-то все-таки отрезал? И отрезал точно столько, сколько было положено по закону. И было только два состояния. Или обрезан, или не обрезан. О другом Библия не упоминает. Это легко можно было проверить любому. Сколько сатана напридумывал через своих священников, богоотступников и еретиков промежуточных состояний, крапления, проведения мокрой ладошкой по голове, обливания. 1 Коринфянам 10.6.11 А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Вы призываете людей к мужественным поступкам. И это хорошо. Вы сказали, что крещение должно быть полным погружением. Это очень хорошо. Так скажите свое обличительное слово в своих книгах против нарушения этого. Хорошо. Скажите, что все моченые должны быть крещены, что они совершенно не крещеные, как и окропленные. Вот тут-то вы и ослабели. Потому что вас, ваши же собратья, вытряхнут из рязки из храма и подыщут подходящие статьи в канонах. Опасаться не нужно зим холодных и вьюжных, солнца летнего ярости, подступающей старости. Бойся ханжеской речи да с предательством встречи, добротанья с тоскою, да желанья покоя. Е. Стюарт В절ит. Продолжение следует...